Кто это сделал? Кто мне позадавал вопросы? Признавайтесь, кто это был? Пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Шутка. Вот вы мне позадавали всяких вопросов в инстаграме, но еще и в сообществе, но там такие же самые. Ну, короче, буду отвечать на те, что в комментариях. Так что подписывайтесь на инстаграм, там есть очень много важного. Потому что, если вы что-то не увидите, то вы все пропустите, и все, и как потом с этим жить? Вот, и что потом делать? Ну, короче, я вам сегодня буду рассказывать про свое онлайн-обучение. Так как для некоторых это дико. Прямо в смысле этого слова. А как так? А что такое? А как ты на онлайн-обучении? Ты как бы дома сидеть и не едить учителей? Ааа, капец. Ну, по вопросам я поняла, что некоторые даже не ориентируются, что это такое. Начнем сразу же с первого. Почему я решила перейти? Потому что, во-первых, карантин. Ну, то есть, его не вводят, а то на неделю закрывают, на неделю открывают. На неделю закрывают, на неделю открывают. И можно подцепить всякую болячку, а я не очень хочу подцеплять всякую болячку и тому подобное. И так как мы переехали в Киев, я не хочу идти в новый коллектив и тому подобное. Ну, и на онлайн-обучении, когда был карантин, мне больше понравилось. У меня оставалось больше свободного времени. Я могла не видеть своих противных одноклассников, которых я не люблю. И на онлайн-обучении намного легче, вот так скажу. Начнем же с ваших вопросов. Уроки трудные? Какой урок тебе больше нравится? Вот как раз к этому, что я только что сказала. Уроки на самом деле не трудные. Если сидеть вот так вот, вчитываться, вдумываться, это будет очень легко. Никто никого не отвлекает, никого не перебивает. Там есть чат, где ты можешь задавать вопросы, и можно включить микрофон, можно включить камеру. Потом после урока, урок же ведется по презентациям, и эти все презентации скидываются нам в кукол-класс. Мы все это можем посмотреть в любое время суток, даже в 3 часа ночи. Как это делаю иногда я. Когда мне стрельнет в голову, нужно написать конспект. И просто открываю тетрадку, открывая презентацию, сижу. Я не знаю почему, иногда мне вообще так не хочется, иногда так стрельнет, надо написать. Действительно, почему бы и нет. Дальше вот меня немножко удивил этот вопрос. У вас в онлайн-школе учатся с разных стран мира? Ну, на самом деле, у нас есть кто-то даже в Америке, ну, из нашей этой школы. Но здесь в основном украинцы, так как это украинская школа. Логично. И там люди с разных городов, например, те друзья, с которыми я общаюсь, это 3 человека. И прикол в том, что они все в Одессе. А я в Киеве. Почему? Что? Почему жизнь такая жестокая? Мы бы уже давно встретились. Они уже встретились там по пару раз. А я нет. А я сижу в Киеве. Меня спрашивают, ты отличница? Нет, я не отличница, скажу так. Потому что для того, чтобы стать отличником, нужно сидеть целыми днями и учиться. А я не хочу. Во-первых, в ней бывает лень. А во-вторых... А во-вторых, тебе бывает лень. Да, во-вторых, мне бывает лень. Но зато ты хорошистка. Зато я хорошистка. Вот такая вот твердая, как этот стол. Ты в каком классе? Я в восьмом классе. Кто еще не знал? Восьмой класс. Восемь. Цифра восемь. Кружочек и кружочек. Вообще, я кое-что не поняла здесь. Твою школу ведет мама. Мама, ты ведешь мою школу? Нет. На самом деле, у меня школа лицензированная. Она вообще находится в Днепре. Мы ездили туда отдавать документы. И у нас, получается, что означает лицензированная? То есть, я сдаю все контрольные. Все, что... Вот эти все самостоятельные. И мне могут выдать аттестат. Представляете, если я его сдам? Тебе удобно учиться онлайн? На самом деле, да. Очень удобно. Во-первых, я могу вот так вот, вот так вот посидеть. Вот, это мой термос, если что. Новогодний. Вот так вот сидеть с чаем. Это второй. Я уже поменяла. Тут мне надоело. Так, сидеть с чаем. И учиться. Кто мне запретит? И как иногда вот хочется прям сидеть на партии. Такой, блин, как-то так неудобно. Хочется ноги на стол выложить. И здесь я могу позволить себе все. Потому что... Потому что это мой стол. Что хочу, то и делаю. Правильно? И мы учимся без камер, поэтому этого никто не увидит. Я вообще иногда училась на кровати, когда мне очень хотелось спать. Или вообще мне было холодно. Хотелось посидеть под одеялком. Я просто вот так вот захотелась и сидела. Да, рассказывайте, рассказывайте. Рассказывайте. Я специально подготовилась на следующего вопроса. Сколько примерно домашних вам задают каждый день? Ну, это домашняя работа. У нас такой прикол в школе, что есть практика. Вот, вот здесь вот практика, которую я не выполняю в основном. Есть практика, есть биг-тесты. Биг-тесты обязательные. Они в конце всего, чего можно. Они, короче, в конце недели. И после урока, то есть если у меня, например, в неделю будет два урока украинского языка или два урока математики, я сдаю всего один биг-тест за эти два урока. Классно, кстати, что можно практику не сдавать и можно не сдавать стихи по литературе. Как вы угадаете, что я сделала? Правильно, не сдавала стихи по литературе. На этой неделе вот мне осталось завтра сдать английский и биг-тест по физике и украинскому языку. Нам дают вот такие гугл-формы, где мы можем все поотмечать. Например, пум, потом пум. И сдаем, мы получаем двойку. Да, и чем классно, тем, что во многих биг-тестах сразу же оценка, да? Да, да. Ты сдаешь оценку. Да. Ну, в общем, домашки нам немного задают. Я успеваю все делать. Правда, не всегда успеваю все делать. Ну, желательно делать все наперед, чтобы все успеть. И нам еще, кстати, иногда сбрасывает, например, учительница по укормове. Если честно, мне уже это надоело. Она нам скидывает всегда вот такие вот штуки, распечатки, которые мы должны распечатать. Это все попроходить. Вот это у меня здесь скопление всего, чего можно. Тут у тебя прям цветное. Да, у меня цветный принтер появился. Да, вот он, где она очень хотела. Вот такой вот. Мне написали под этой историей, что я красиво веду конспекты. На самом деле удобненько, правда, когда цветное. Да, я сразу распечатала. А у тебя еще таблица Менделеева, по-моему, да, ты распечатала? Это секретный ящичек. Прошу вашему вниманию. Срач. Таблица Менделеева. Она здесь спряталась. И вот здесь вот это немножко читерная. Ой, это что, тоже какая-то мощная таблица. Да, это что-то тоже мощная. Ух ты, класс. Здесь-то надо в тетрадочку вклеить, да? Не, пускай она просто так будет. Это, короче, так же, как вот это. У нас была какая-то очень сложная тема, и нам нужно, по идее, было вот это вот все самим расписывать. Как я снимала в сторис, вызывают демона, поэтому у меня рядом, на всякий случай, стоят свечки и соль. Чтобы окружить себя свечками и солью, и ко мне не пристал никакой злой дух. Ну, вы видели эту химию? Ну, это же просто невозможно. А покажи какой-то урок, презентацию. Какая у вас сохраняется презентация? Давай с физики, там точно демонов вызывают. То есть, получается, у Дианы проходит урок, на уроке они решают задачи, а потом им еще в записи присылают урок и презентации, вот, по которым они вот тоже дополнительно готовятся, учат материал. Видите, все в картинках, все красивенько, все понятненько. Куча всяких табличек, опросы, кстати, на начале урока. Можно распечатать, да, и чем классно, тем, что урок у них всегда начинается с опроса, да, Диан? То есть, на знание, то есть, знание проверяют, там даже не успеешь за читерить. То есть, получается, когда у вас идет урок, он закончился, и все, и вы учителя уже не перемотаете. А здесь, если вы не поняли какую-то тему, вы же можете, получается, учителя перемотать. Никого не... Вот, видите, там учитель, под учителем чата, где тоже можно писать ответы. Плюс иногда на доске, там тоже пишутся ответы. И вот такие вот постоянно презентации. То есть, очень иногда... Вот, вот здесь вообще мы что-то решали. Вот, вот это решали уже, видите? Задачку решают, ну, вроде. Дем она вызывает. Вот здесь даже скидывают всякие научные видео. Да, можно посмотреть, вот. О, меня видно. Привет. Вот, видите? Диана, ответь на самые популярные вопросы твоих подписчиков. Ди тебе больше нравятся. Вот. Какая школа лучше, онлайн или обычная? Конечно же, онлайн. У меня в онлайн-школе бывает по одному уроку и на 11 часов утра. Во, кстати, спрашивали, во сколько вообще обычно начинаются уроки? Короче, спрашивали, сколько у меня всего уроков. Максимум в день три урока. Вот, покажи расписание, мама. Расписание. Расписание. Максимум три урока. Начинаются они в 9 и заканчиваются в 12. Ну, так, плюс-минус. Ну, иногда бывает 4, но это редко. Это редко, когда какой-то один урок не прошел в какой-то день конкретный, да? Да, или учительница не может там в этот именно день что-то там подключиться, и нам это все рассказать. И у нас идет, получается, еще дополнительный один урок. Ну, он такой лайтовенький всегда. Вот, например, у нас вчера должна была быть история Украины, но так как она заглючила программкой, и учительница подключалась, ее никто не слушал, нам перенесли ее на сегодня. Вот, я не хожу на уроки английского, потому что там, во-первых, плохая учительница, а во-вторых, я, в принципе, не люблю английский. Не, ну, дело в том, что в этой онлайн-школе английский ты, типа, берешь дополнительно как репетитор, или можешь взять себе репетитора другого, то есть каким-то другим образом изучать английский, так как тебе удобно. И, получается, здесь все уроки проходят с учителями, а английский ты можешь выбрать, хочешь ты с учителем проходить или нет, а если нет, то ты просто выполняешь, как бы сдаешь тесты, выполняешь задание, которое тебе сбрасывает учитель, то есть оценивание за английский есть, а как ты его учишь, это уже твой выбор. Это да, это да. В какой-то степени это удобно, потому что английский и так многие изучают с репетиторами. Зачем тратить время, кстати, ходить еще дополнительно на урок, а потом все равно идти к репетитору. Ну вот как-то так. А знаете, что я делаю на уроке английского? Даже себе не представляете. Сплю. Представляете? Вот так вот ложусь, ступаю и сплю. Засыпаю, надеваю такую масочку. И сплю. Да, у меня же нету, правильно? У меня получается просто пустое место. Я ложусь себе спать. Почему бы и нет? Кто мне запретит? Завтра у нас по... Короче, в одну неделю у нас есть этот урок, а в другую нету. И вот, например, на прошлой неделе у нас была биология, на это ее не будет. У меня нету. И получается, я подключаюсь только к уроку украинской литературы в 11 часов. Я могу до 11 спать себе спокойно. И меня никто не будет трогать. Могу поесть, попить. Как вообще проходит твой будний день. Итак, я встаю, смотря когда. Иногда на 10, иногда на 9. За 5 минут до урока. Ну, на 10, наверное. Скорее всего, за 10 минут до урока. Подключаясь к уроку, пишу им доброе утро. Если вдруг я не успею приготовить завтрак, урок уже без меня начнется. Иду себе грею еду. Завариваю чайок. Прихожу сюда. Я готова учиться. Сижу одновременно кушаю и учусь. Дальше делаешь уроки, да? А, кстати, урок у нас идет 50 минут. То есть не 45, не час 20, как у меня было в прошлой школе, а 50 минут. И программа у вас, кстати, даже быстрее идет, да? Быстрее, по приколу, да. У меня у подруги уроки идут 8 уроков в день. Вы представляете? 8 уроков в день. Думаю, представляют. У меня тоже 8 уроков. У меня максимум 3 урока. Я, в принципе, соображаю максимум 2 урока в день. Ну, это, мне кажется, у всех так. 2 урока ты сидишь еще более-менее, что-то понимаешь. А потом уже, где конец? Когда домой? Там меня супчик ждет с голубцами. Хочу домой уже. А приходишь домой, потом еще домашки куча делаешь. Потом еще домашки куча делаешь. И сам сидишь, что-то все перечитываешь. Не правда ли? И сколько у тебя получается времени уходит на уроки с домашкой в день? 9 часов, поездка, 9, 10, 11. Часов 5. На все про все. На все про все. На еду? С едой еще. С перекусами. С перекусами, да. Самый популярный вопрос просто из этих всех. Ты хочешь обратно в школу? Не хочу я обратно в школу. Там, во-первых, всегда много людей. Я не могу выбрать, ну, с кем я хочу общаться, с кем я не хочу. То есть мне скажут, вот, смотри, твои одноклассники. Ты должна с ними общаться. И что, что они тебя подбешивают? Ну, какая ты нравится? Или ты их. Или мне попала ресничка в глаз. О, и мне больно клипать. Ну, например, у нас в классе всего там человек 9 или 10, я не помню. И всего из этих 10 человек я общаюсь с тремя. Как у тебя хватает терпения? Это некоторые не понимают. Я тоже не понимаю их. На самом деле онлайн-обучение не для всех. Это для тех, которые могут сами сесть. И все сделать. Это я, да. Вот так вот. Даже пришло мне сообщение, потому что я занятая личность, понимаете. А еще я ленивая личность, которая лень ходить в школу, просыпаться каждое утро в 7 часов утра. И в школу по холоду, по дождю, по снегу. Я просто могу встать. Мне легче встать с кровати, пойти за чаем, сесть и все. Еще один был популярный вопрос. Какие предметы твои любимые? Там, где не нужно думать. Ну, например, информатика. А географию еще люблю. Любила раньше историю, но теперь не люблю, потому что у меня учительница строгая и заставляет меня учить даты. А я не люблю учить даты. Я их не понимаю, не могу запомнить. Я сегодня вообще с перепуга нашла все ответы на ее вопросы. Там она показывала картинку, и мы должны ей были назвать год, когда она была нарисована, автора, который ее нарисовал, и как она называется. Я с перепугу сама не поняла, как. Зашла в этот параграф, нашла эти все картинки. Я ответила сама на вопрос, я сама не поняла, каким это образом. А потом такая, она, все, какие вы молодцы, все знаете. Что я только что сделала? Почему? Это было буквально пару секунд, я так быстро все нашла. Ого, капец. Ну, год, когда была нарисована картина. Еще, мне кажется, я уже всем надоела своей фразочкой, я там была. Я не виновата, что мы учим именно то, где я там была. Вот, например, на истории мы учили про всякие постройки, которые находятся во Львове. Я там жила пять лет. Или сколько мы там жили? Мам, сколько мы там жили? Шесть, по-моему. Шесть, вроде бы шесть лет. Мы там жили, я, короче, там везде была, во всех замках, в округе. Я такая, я там была, я там была, я там была. Мне уже одноклассник в руку пишет, а ты задолбала уже. Где ты не была? Потом еще рассказывали про какой-то, не музей, а театр в Греции. Я там была. Именно тот же самый театр, я по фотографии узнала. Я там была, я опять там была. Все же такие, где ты не была. Хочу попутешествовать по всему миру, чтобы ходить. Ах, я там была. И там я была, да, можешь мне рассказывать. Да, это я тоже видела. Да, да. Там тоже было. Кстати, еще популярный вопрос был. Не скучно ли тебе? Ведь в школу ходишь, там такая движуха. Не скучно ли тебе? Не скучно. Какая движуха может быть в школе? Почему тебе не скучно? А потому что у меня есть одноклассники, с которыми я на переменах переписываюсь. И это так же, как перемена, понимаете? А, то есть, знаете, все равно, получается, в обычной школе сейчас тоже на переменах все сидят в телефонах и переписываются. Да. Меня никто не достает. Вот это вот, когда сидишь на перемене, блин, ненавижу этого чувака, чего он пошел. Или, например, когда идешь по школе, а тебя кто-то начинает обзывать и так дальше, и ты такой, вот бы тебя никогда не видеть. Потому что у меня было такое в школе. Вот, например, мне всегда говорили, что я накручиваю подписчиков. Правда, я не накручиваю подписчиков? Я добрая, я не накручиваю подписчиков. Потому что вы сами ко мне приходите и подписывайтесь на канал добровольно, правда? Добровольно, я сказала быстро. Вот там, красная кнопка. Вот. Вот там, внизу, под видео. И на нее можно нажать. Потом там выскочит подписаться на канал. Вы нажимаете «Да», если я не ошибаюсь. Потом вы заходите в описание, переходите на мой инстаграм. Возможно, там еще есть мой тикток. Там тоже подписывайтесь. И вы молодцы. Я вам ставлю отличную оценку. И урок окончен. До свидания. Ну, так что, если у вас нет какие-то вопросы, то можете их задавать в комментариях под этим видео. Возможно, на что-то еще не ответили. Да. Ну, и думаю, на этом все. Так что, всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Пока-пока. А я вытаскиваю реснички из глаза. Мама, мне она туда так больно попала. Я сижу, выплипываясь это все время. Почему? Почему? Реснички у вас. Я сижу, выплипаясь это все время. Я сижу, выплюпаясь 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 это все время.